Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. У нас 28 октября. Утро, воскресенье. Как я обещал вчера в подкасте, я буду сегодня разыгрывать ключики для пользователей платформы iOS от компании Apple, для Эдгарда под iPad и iPhone. И тут есть один такой маленький неприятный момент. Ну, как сказать, неприятный косяк не со стороны Эдгарда, а скорее со стороны Apple. Все дело в том, что если вы посмотрите последнюю прессу, то Apple тоже начинает бороться с рекламой своими средствами и категорически в штыки принимает все сторонние утилиты, которые блокируют рекламу. Более того, вы знаете, Эдгард блокирует рекламу не только в браузере, но и в приложениях. Я это показывал в обзоре. И, в общем, Эдгард мне выдал целую кипу ключей. И проблема в том, я вам сейчас покажу скриншоты, эти ключи не принимаются магазином App Store. И это связано с тем, что ключи действительно со стороны Эдгард, но Apple не дает им обновить, а получается, базу ключей для того, чтобы дать приложение новым пользователям. То есть, пока его можно только купить, а ключики они не принимают. И что делать в этой ситуации? Я обратился к менеджеру, и менеджер решила проблему очень просто. Она выдала ключи с пожизненной лицензией. Да, пускай это будет розыгрыш, соответственно, ключей не под iPad либо iPhone, но это, в любом случае, компенсация. Потому что вам дают пожизненный ключик, и вы можете пользоваться им как на Mac, так и на Windows, так и на Android. То есть, на всех трех платформах. И, на самом деле, это самое классное решение, которое мне предлагали. Другие, просто рекламодатели, с которыми я имел какое-то дело, говорили в таком случае, ну ничего не поделать. То есть, как бы, окей, отменяйте конкурс. Это не наш косяк. Здесь нет, мне пошли навстречу. И вот эти 15 участников, которые получат, которые могут получить пожизненный ключ. Значит, пожизненных ключей у нас 4 штуки. Почему так мало? Ну, это не мало, просто конкурс по Android. Там было в 2 раза больше участников. Даже больше, чем в 2 раза больше участников. И получается, что адептов продукции Apple у нас в перспективе, на самом деле, не очень много на канале пользователей. Но зато, в вашем случае, у вас, как бы, вообще профит, потому что у вас ключ с пожизненной лицензией. А на Android было ключей очень много, но они были, по-моему, с 6-месячным или 9-месячным трайлом. То есть, в течение 9 месяцев ключик превращал ваш AdGuard в полноценную Pro версию, но через 9 месяцев лицензия исчезнет. А вот у вас, еще раз повторяюсь, пожизненная. То есть, какая бы версия AdGuard не выходила на ПК, Mac, либо Android, вы всегда сможете использовать этот ключ. Итак, условие было такое же, как и в случае с Android. Надо было поделиться данной записью. Я уже объяснял принцип, поэтому вкратце. Вот мы видим, поделилось 8 человек, но при всем при этом лайкнули запись 15. Дело в том, что мы опубликовали эту запись в нашей другой группе. И, соответственно, если пользователи из другой группы, ленивый веб-мастер, соответственно, делились этим постом дальше, в своей, получается, ленте ВКонтакте, то у нас все равно это засчитывалось как лайк. И вот почему меня спрашивали, к прошлому выпуску я использую именно ВКонтакте, а не делаю розыгрыш на YouTube, потому что ВКонтакте позволяет мне сформировать вот такой вот список. То есть, здесь точно все люди, которые поделились данной записью. И из-за этого путаницы быть не может. Итак, да, условия соблюдены. Переходим на сайт random.org. Первая цифра 1, вторая 15, то есть, понятно, по количеству участников. И, в принципе, без лишних слов давайте приступим к делу. 12 место. Август Толкин. Победитель. Еще раз хочу извиниться, если вдруг так получилось, что у тебя нет компьютера с Windows, Android, Mac, но ключ пожизненный, ты всегда можешь его передарить. И, в принципе, прибереги его для себя, он тебе наверняка пригодится в любой ситуации. Сетгард. Это лучшая программа, которую я знаю. Алексей Евгеньев. Победитель. Поздравляю тебя. Далее. 15 место. Дарья Казакова. По-моему, Дарья у нас уже принимала участие или не принимала. Но, в любом случае, у нас не было ограничений. Люди могли запросто принимать участие и там, и там. То есть, не было у нас каких-то расовых, либо системных предрассудков, что якобы только Android, либо только, получается, продукция Apple. И 6 место. Вадим Воробьев. Вот 4 победителя, которые получат в свое пользование пожизненный ключик. Я же не собираюсь прекращать сотрудничество с компанией Эдгард. Мне очень сильно понравилось отношение, собственно, менеджера к этой ситуации, способового решения. И вы сами знаете, я пользуюсь Эдгардом еще со времен Windows XP и всем вам советую. Если вы не знаете, что это такое, я еще раз поясню. Я про это снимал видео. Это программа, которая целиком и полностью блокирует любой вид рекламы на вашем А. Компьютере, Б. Мобильном телефоне. Ну и, соответственно, есть расширение. Итак, мы сейчас с вами должны будем дозаписаться, потому что получилась такая ситуация, что у Вадима страничка закрыта. В друзья он не добавился. Никак я ему ключ передать не могу. А у нас было одно из условий, чтобы я потом не бегал за человеком и мог совершенно спокойно ему ключ передать. Но у него страничка закрыта. И в очередной раз у нас теперь 11 участников, потому что победителей я убрал в отдельную вкладку. Номер 6 – это Игорь Дорохов. Наш сегодня финальный победитель. Поздравляю тебя, Игорь. Под браузер, но этим я уже не пользуюсь. Но суть в том, что вы никакую рекламу не видите вообще в принципе. И пользуетесь чистым интернетом, как, собственно, это и предполагалось изначально. Всем пока, до скорых встреч. С вами был Владимир. Увидимся через неделю. Будет масса новых интересных видеороликов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok